Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракету. Продолжаем цикл наших бесед, посвященных исламу в истории России. Сегодняшняя тема связана с мусульманским образованием в Советском Союзе. Многие наши зрители, которые уже знакомы с нашим циклом, понимают, что советская история ислама многомерна. Она не может определяться исключительно периодами гонений, притеснений или запретов. Даже адаптация, приноравливание людей, способность их к обстоятельствам жизни адаптироваться, понять их структуру и понять допустимые рамки существования религиозной практики, религиозной жизни. Какие-то политические обстоятельства и потребности государства, они определяли лакуны, существовавшие в атеистической системе, возможности функционирования пусть и причудливых, очень сложных мусульманских институций, в том числе и в Советском Союзе. Поэтому мусульманское образование в СССР – это не ироничное словосочетание. Действительно, эта система образования, она существовала. Даже можно смело так сказать, что она развивалась, потому что к концу советской истории все-таки эта система имела определенную разветвленную часть и пусть и не обеспечивала потребности умы многомиллионной, но тем не менее вот этот небольшой ручеек пассионарных активных людей, выходивших из систем на ГРС, они давали возможность преемственности поколения быть обеспечены. Здесь надо сказать, что мусульманское образование в Советском Союзе необходимо хронологически разделить на два этапа. Это этап довоенный и этап, возникший в 44-45 году, и вот так до конца советской истории существовавший. В довоенную эпоху, а точнее до конца 20-х даже годов, то есть уже не беря 30-е, все-таки эта система мусульманского образования, закрываясь и открываясь, в той или иной степени все-таки существовала. В нашей беседе, посвященной сложным, причудливым, драматичным отношениям советской, молодой советской власти с мусульманами в 20-е годы, мы говорили о том, что вот эти политические обстоятельства, это необходимость укрепления советской власти, необходимость нахождения альянса, диалога, взаимоотношения с мусульманскими элитами на окраинах государства, создание национальных республик, вынуждало руководителей Советского Государственной Партии допускать то, что было неприемлемо, скажем, в положении православия и других религий. Другими словами, разрешать определенные рамки мусульманской жизни, функционирование мечети, мадресе и мактебов почти до самого конца 20-х годов. Этот период времени был достаточно активным. Во всяком случае, многие религиозные деятели, пережившие репрессии, они получили образование уже после революции. И вот эти уже представители старшего поколения, даже до 80-х, а то и до начала 90-х годов, во многом определяли религиозную жизнь, официальную и неофициальную в Урале-Поволжье, например. Но этому периоду пришел конец. В конце 20-х годов рубеж этот был пройден, и для уже 30-х годов, периода репрессий, ни о какой системе, полноценной системе религиозного образования, да и о функционировании мечети уже речи почти не шло. Говоря о мечетях, здесь можно фактически на пальцах одной руки, образно говоря, там несколько, может быть, десятков мечетей сохранялся, их количество постоянно уменьшало. Поворот отношения к религии, не только к исламу, ко всем религиям советского руководства во время Великой Отечественной войны, привел и к определенному ограниченному, но все-таки возрождению религиозного образования в Советском Союзе. Другой разговор, что оно было локализовано, то есть оно было определено в одной части Советского Союза, а именно в юрисдикции мощного, самого крупного, самого сильного духовного управления, духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана, базировавшегося в Ташкенте. Именно ему, этому духовному управлению, было определено содержание единственного в Советском Союзе мадресе, возрожденного бухарского мадресе «Мир Араб», который становится кузницей кадров для всех мусульман Советского Союза, большая часть мусульманских религиозных деятелей, старшего, а то и даже можно определить почти что и среднего поколения. Во всяком случае, люди, которые получили образование до конца 80-х годов, они прошли систему «Мир Араб», этого мадресе. Надо сказать, что мадресе это было, конечно, особенным, оно было советским мадресе. Когда обращаешься к работам исследователей, в частности, Вячеслава Абдуловича Ахмадулина, подробно, детально изучавшего учебные планы, жизнь внутреннюю этого мадресе, видно, что на религиозные предметы, таджвид, хадисы, историю ислама, отводил всего около 30% учебного времени. Значительный массив составляли советские предметы, советская конституция, история СССР и другие предметы, которые в светских государственных вузах также преподавали. Кроме того, важное место занимала, конечно, языковая практика, арабский язык, также преподавался узбекский язык, поскольку это юрисдикция духовного управления мусульман в Средней Азии, где узбекский язык был языком дела производства. И таким образом, фактически, выпускник этого мадресе, Шакирт, а, кстати, здесь, надо сказать, о продолжительности обучения, если он имел уже опыт среднего получения, среднего образования, то срок обучения обычно составлял около 4 лет, 4 учебных годов. Так вот, выходя за стены этого мадресе, он как бы, да, обладал и религиозной, и светской практикой, светскими предметами тоже овладевал. Но в воспоминаниях очень многих шакиртов есть такой момент, о котором они с печалью вспоминают, что, погружаясь в религиозные предметы, в атмосфере старой лучезарной Бухары, тем не менее, большое количество времени, особенно в осенний период, им приходилось уделять поездкам на сбор хлопка, каким-то иным моментам, которые отвлекали их от обучения. Ну, такая практика, такая особенность советского образования, она затрагивала и это мадресе. Обучение фактически финансировали те духовные управления, которые направляли своих шакиртов. Если обратиться к нашему региону, к нашему пространству, к Уралу по Волжью, то шакиртов татар было всегда достаточное количество, но они не преобладали среди всего состава обучающихся. Тем не менее, мы почти каждое имя шакирда, получившего образование мира араб, знаем, потому что большинство из них стали впоследствии в конце 80-х годов, в начале 90-х годов видными религиозными деятелями, возрождавшими нашу религию в разных регионах России. И фактически они стали таким лицом российского ислама, поскольку они выделялись на фоне людей, не имевших образования или получавших образование домашнее, получавших образование от имамов неофициально. Здесь за их спиной, за их плечами, точнее, был уже мадресе и дипломы профессиональный, мадресе мир араб. То есть его значение, его статус, он был непререкаем. Для продолжения образования они могли, выпускники, поступить, в свою очередь, в учрежденный в 1971 году в том же Ташкенте, собственно говоря, из Бухары в Ташкент перебравшись, они могли получить образование в Исламском институте имени Аль-Бухари, который был тогда создан в Ташкентской мечети на Мазгох. И он, ну, как бы, да, давал такое высшее религиозное образование. И многие получили два диплома мадресе мир араб и института Аль-Бухари. Кроме того, недолгий период времени, ну, около четырех лет, функционировала также мадресе барак хана в Ташкенте, которое в 1961 году было ликвидировано. Вот и все. Вся эта система фактически сводилась к двум учебным заведениям, находившимся на территории Узбекской ССР, и которым было предначертано сберегать религиозное образование и направлять своих выпускников в те немногочисленные мечети, которые существовали в Советском Союзе. Надо сказать, что видны, особенно из числа пожилых, опытных религиозных деятелей татарских, они понимали значение, например, таких моментов, как летняя практика, как каникулы Шакирда, как возможности их направления для активизации работы в сельских мечетях. Вот интересный такой момент. В сельских мечетях, где иногда не было имамов, они не были зарегистрированы. Таким образом, не было людей, которым могли быть способны прочитать хутбу пятничную или на празднике прочитать проповедь и вообще провести праздничную молитву. Использование опыта и знаний молодых шакирдов, приезжавших на практику. В татарской сельской мечети, которые функционировали все-таки в некоторых местах, ну вот скажем, допустим, в Горьковской и Нижегородской области действовало всего три мечети. Несколько мечетей активно действовали в Куйбышевской, Самарской нынешней области. Но их количество было значительно. Иногда оно превышало количество мечетей в татарской ССР. Но, тем не менее, не во всех были имамы. Вот для того, чтобы эта религиозная жизнь сохранялась, чтобы было кому подняться на минбар, многие шакирды именно туда направлялись. И вот через эту деревенскую практику, через первые встречи с верующими, через понимание того, что хотят мусульмане, какие у них запросы в условиях атеистического государства, какие рамки, возможности есть. Ну и, например, такая практическая история, как общение с уполномоченными по делам религии, с людьми, которые определяли всю религиозную политику в республике или области. Вот это молодые шакирды получали в ходе своих практических занятий. Надо сказать, что, находясь в Бухаре или в Ташкенте, шакирды, конечно, приобретали определенный кругозор политически, идеологически. Например, в тех же Бухаре или Самарканде проходили конференции, проходили встречи различные. Они видели зарубежных мусульман. Ну и один из самых таких важных моментов для советского ислама, важных конференций, которые были, среди них надо назвать, большое собрание, прошедшее в 1974 году в Узбекистане, связанное с юбилеем имама аль-Бухари, когда был реконструирован его макзолей, когда большое количество людей, приезжавших из разных стран араб-мусульманского мира в Советский Союз, Советский Узбекистан, увидели и посетили, в том числе и Мадресе Мир Араб. И вот эти встречи, если представить себе человека, молодого человека, который сделал очень сложный выбор, он отказался, скажем, от комсомольской какой-либо карьеры, он порвал определенные какие-то связи с людьми, с которыми он, может быть, был близок, к кругу которых он находился, закрыл для себя возможности светской карьеры и поступил в Мадресе. Это определенный выбор, который компенсировался, что ли, вот этот сложный момент, определенными же все-таки возможностями, которым Мадресе давала, в том числе и возможностями зарубежных поездок, контакта с зарубежными мусульманами и, наконец, возможности совершения хаджа. Вот этот опыт и получение, главное, профессионального образования, потому что Ишану Бабахану и его сыну, внуку, то есть тем людям, которые стояли во главе Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана, удалось найти и, что называется, просто реанимировать ту прослойку улемов, в том числе еще до революционной эпохи, которые в Туркестане преподавали, которые имели определенный опыт преподавания, которые были потом взяты на работу в Мадресе Мирараб и становились, ну, через поколение, конечно, смену их происходило, становились наставниками мусульман для всего Советского Союза. Надо сказать такой момент, любопытный может быть момент, что шиитская часть мусульманской умы Советского Союза не имела своего религиозного учреждения образовательного, были определенные такие попытки их создания в Баку, но, как и в Уфе, допустим, татарского какого-то, татароязычного Мадресе, как скажем, на Северном Кавказе, Махачкале или Буинакске, но ничего из этого не вышло, и поэтому и шииты, и представители других мусульманских направлений, и люди, говорившие на разных языках, они все учились в Мадресе Мирараб. Такой был Ноев Ковчег, который сберегал, сохранял, и, собственно, многие религиозные деятели современной эпохи вспоминают пусть и ограниченную, пусть и сложную, пусть и иногда очень сложную с точки зрения даже климатической, даже адаптации того, что многие люди взрослыми людьми, взрослыми уже уезжали, иногда с семьями вместе покидали свои родные города и деревни и направлялись в Бухару для образования. Все равно вспоминают эту эпоху, и эти стены Мадресе как один из лучших эпизодов, лучших фрагментов своей судьбы. Когда я говорю о семьях, ведь вот очень интересный момент, хотелось бы на нем заострить внимание, более подробно рассказать о судьбе такого московской мамы Резаудина Басырова, который в конце 40-х годов уже поступил Мадресе Мирараб, он был фронтовиком, он вернулся с ранениями, ему было уже около 40 лет, тем не менее он понимал, что мечта стать имамом, долгая еще, детство, она может быть реализована через получение этого диплома, и поэтому фактически оставив на время свою семью, не имея даже возможности материально им помогать интенсивно, он покидает Москву, отправляется в Бухару, получает образование, и более того, еще будучи студентом, был Чешакирдом, он уже привлекается к преподаванию студентом первого курса. И его судьба действительно реализовалась, и Вышний ему помогал, он был направлен дальше в Астрахань, а потом вернулся в Москву и стал вторым имам Хатыба Московской соборной мечети. Таких судеб у выпускников Мадресе, которые делали свой выбор, уходили в Бухару, вот уйти в Бухару, поехать в Бухару, будто бы их предки в девятнадцатом веке, вот так они в двадцатом веке повторяли эту судьбу, она потом, в общем-то, у каждого из них реализовывалась и развивалась благодатно. Это был благодатный выбор, это был выбор барраката, который действительно приводил их к религиозному, достаточно очень успешному продвижению, продвижению знаний, поскольку, пусть и в ограниченных условиях, это была единственная возможность для того, чтобы свою мечту стать имамом реализовать. Надо сказать, что с перестроечных времен, если мы говорим о советской эпохе, уже с конца 80-х годов, возможности получения религиозного образования в других частях Советского Союза уже стали появляться, не обязательно было ехать в Бухару, не обязательно было делать такой сложный выбор, но, тем не менее, все равно до начала 90-х годов, до распада Духовного управления мусульман Средней Азии Казахстана, бухарское мадресе Мир Араб все равно приобретал и сохранял статус первого среди такого рода религиозных учебных заведений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok